Всех приветствую, с вами я, Веган Христолюб. Всех рад приветствовать, в частности, на моем видео Иоанн Апостол, Иоанн Богослов, Апостол Любви. Кто знает, у него есть такое именование, прозвище, псевдоним, не псевдоним, ну да, больше именование, наверное, его так именуют, Иоанн Богослов, Апостол Любви. Иоанн Абоги Любви. Это видео, поводом для него явилось то, что я хотел, когда-то я, когда практиковал православие, изучал предание так называемой церкви, на самом деле псевдохристианской организации под названием Ортодоксия, которая, ну, зарождалась она, естественно, потихоньку после Вознесения Иисуса Христа и после Евангельских событий, но Апогеем, так скажем, эпиком явилось 3-4 век, когда уже такое отступление от христианства стало узаконенным и превратилось просто в государственное, государственное министерство, да, псевдохристианство, паразитирование на жизни и учение Иисуса Христа. И был некий, ну, был, не был, никто не знает точно, ну, предположим, что был, да, некий Антоний Великий, такой известный монах, просиявший. Я полюбил его и житие, и его творения, те, которые после него остались, хотя вроде как сам он там не умел не писать, да, не был образован, хотя был с богатой семьей, ну, в общем, у него много чего было интересного, полезного, я подражал, так скажем, его и житию, и, ну, естественно, много чего принимал из того, что написано, ну, все, что соответствовало Евангелию, истинной в моем понимании тогда, вот, и все принимал. Ну, прежде чем записать, просто у нее есть очень хорошие вещи тоже, я хотел их зачитать, но все-таки на сердце Бог мне положил не сразу с Антонией Великого начитать, а все-таки, напомните, я решил такую мини-серию записать из трех видео, это Иоанн Богослов о Боге любви, апостол Иаков о Боге любви, и уже третье видео будет Антонией Великим. На своем сайте Христолюб я сделал страничку «Бог есть любовь», и, по сути, она посвящена, что Бог есть абсолютная любовь, и всегда антиподом к этому утверждению идут вопросы, да, откуда зло, откуда страдание, по сути, всегда это неразрывная тема. Сегодня мы о страданиях, о скорбях, о зле, если Бог есть любовь, и будем говорить, и не будем. Но я имею в виду о зле, в общем, будем говорить, в каких-то частностях, в вариациях зла, там, болезни, какие-то скорби, страдания, мы не будем говорить. Есть, соответственно, у меня плейлист на канале «Бог есть любовь», которую я в отдельную группу в соответствии со страницей на сайте выделил, там уже 26 видео, после записи этой серии будет почти 30 видео, рекомендую к просмотру, кого интересует этот вопрос. И я, в общем-то, на этой страничке, так, в конце текста странички, я, в общем-то, конечно же, ссылки все эти даю на плейлисты, но вот я как раз тут и тоже сделал просто пересылками под каждое это видео, сделал отдельные странички, чтобы легко было читать. Ян Богослов о том, что Бог есть любовь, и нет в нем никакой тьмы. От апостола Аков о том, что Бог не искушается злом и сам не искушает никого. И Антонио Великий о том, что Бог благ, бесстрастен и неизменен. Вот такой вот впереди делаю кратенький анонс, такой мини-серии, она будет в соответствующем плейлисте. Ну, а мы с вами перейдем непосредственно к Иоанну. Я буду зачитывать его послание, делать я это буду не целиком, конечно же, обратиться к самому посланию Иоанну. Вы можете вместе со мной почитать, кто знает, я терпеть не могу, вырывание из контекстов, да, всего этого. Человек пишет письмо, пусть его люди поделили там на главы и стихи, 5 глав, да, но это полноценное письмо. Читать его кусками, в принципе, конечно, неправильно. Ну, можно вырывать уже, знаете, когда ты достиг определенного уровня, и в том плане можно пользоваться кусочками, но если вы все-таки в начале пути, обязательно чьи-то мысли надо изучать максимально полноценно, да. И хоть я сам сегодня тоже ради проповеди, которые пишу на канале, аналогичное название, «Христалю проповедь, упищу в пустыне Вегана», именно только из-за краткости я это вырву, так скажем, да, какие-то места, но при этом я, по сути, своими словами буду пересказывать все его послание, да. Но так как это исходит из меня, из моих уст, то я, по сути, беру просто за основание, говорю кусочки, но буду напоминать и весь его контекст, и весь его смысл. Да и, по сути, я буду говорить больше своими словами, просто хочется вам напомнить, зачитать и поговорить об этом. Просто другими словами, хотя, по сути-то, я не первый, кто это говорит, да, о том, что Бог есть любовь. Это очень важно. Поэтому прочитать вместе со мной вы это послание можете целиком на канале «Христалюб. Чтение Библии и Писаний», где весь Новый Завет записывает, в частности, это послание. Ну, а мы с вами кое-какие кусочки. Я хочу вам прямо зачитать сначала все, что я... Все из посланий, я, вы знаете, текст писать не умею на сайте, я поэтому особо просто вот так и делаю, какие-то пересылки, какие-то, ну, что-то, что-то, тексты, которые мне нужны. Что-то бывает, я комментирую, что-то пишу. Но очень-очень редко здесь я тоже ничего своего не писал. Тексты подготовил себе просто для видео. По сути, это просто такие главные моменты из послания Иоанна. Хотя главное, в сегодняшнем рассуждении преследует он несколько мыслей в своем послании. Там можно много найти чего интересного, на какие-то нюансы обратить внимание. Но мы сегодня будем говорить о том, что Бог есть свет и любовь. Я сначала прочитаю без остановки, потом просто буду говорить и еще раз, может быть, обращаться к тем местам, которые уже зачитали. Я говорю, ну, как я вам и сказал, буду в своей форме пересказывать, в своей свободе слова и, в принципе, его послания. Ну и, в общем, поговорю о теме, о заявленной теме, о том, что Бог есть любовь и нет в нем никакой... Бог есть свет, нет в нем никакой тьмы. Бог есть любовь и нет в нем никакой ненависти. Это первое послание. До нас дошло вроде как три. Самое большое, самое основное первое послание. Его не зря называют в свое время. Вы знаете, когда я, конечно же, Библию изучал глубоко, вы знаете, больше 12 лет мой христианский путь уже идет. И когда я Евангелие по 4... Все 4 Евангелия за день бывало прочитывал. Вообще у меня была норма одной Евангелии в день прочитывать целиком. Но Евангелие, послание, первое послание Анны вообще взял за правило, если уж даже я Евангелие бывало, ну, по каким-то причинам мог не осилить, целиком прочитать, то послание я стал читать как норму жизни своей, да. То есть, ну, как есть и молитва, молитвенные правила, что это такое. И вот первое послание Анны я читал ежедневно, да, целиком. Потому что уж прочитать, ну, читается оно там сколько, быстрым текстом, ну, глазами, так скажем, человек читает достаточно быстро. Ну, уложиться можно. Любая глава Библии читается, ну, где-то от 3 до 5 минут. То есть, там, минут в 15-20 можно уложиться. Это, вот, причем, ну, либо читаешь, если есть возможность, либо слушаешь, да, наушники. Неважно, где ты там работаешь, чем ты занимаешься, всегда можно найти время, когда ты кушаешь, там, обедаешь, завтракаешь, ужинаешь, перед столом или, наоборот, с утра, но обязательно раз в день это можно сделать. Это держало меня в очень таком хорошем русле, вы знаете о том, что я всегда проповедую истину о том, что Бог есть любовь. И мне это тоже очень помогало, потому что он и сам в два раза употребит это слово благовестие, то есть, Евангелие, благая весть, да, радостная весть об истине. И действительно, оно хоть и называется посланием, письмом его, и вроде как оно обращено к церкви, но на самом деле оно действительно такое для язычников тоже подходит, да. Хотя подразумевается, что уже история известна. Ну, и считается, что он его первым написал, да, потом, когда-то написал уже чуть ли не под старость, то Евангелие от Анны, которое мы с вами, ну, все, кто христиане, кто называет себя христианами, кто читали Библию, знают, да. Вот. И тоже такой момент, хочу сказать, надо не забывать, кто его писал, да. Несмотря на то, что Иоанн вроде как дожил там чуть ли не больше ста лет, не забываем тот момент, вот именно как он изменился. И я люблю всегда обращать на эти моменты внимание, что это именно тот Иоанн, который буквально за несколько дней до ареста Иисуса и всех тех последних евангельских событий с предательством, убийством, через распятие Бога на кресте, его воскресением, изнесением обратно туда, откуда он пришел на небеса, да. Этот Иоанн, да, перед Богом выпендрежнивался и хотел низвести вместе с своим братцем, и делал это, да. Говорил Иисус, что сейчас мы тут помолимся и сожжем город огнем с небеси, ну, за то, что они когда шли в Иерусалим, уже вот в последние дни, там, перед Пасхой очередной, когда уже дни Господа на земле заканчивались, вот, и их там не приняли, так как они, видимо, имели странствующих путешественников, таких небогатых, мягко скажем, а то и нищих, их не приняли в неком селении, вот они и говорили, хочешь, мы тут сейчас помолимся. И вот этот Иоанн, который, да, жаждал помолиться и низвести огонь с небеси, чтобы уничтожить селение, да, после этого пишет нам о том, что Бог есть абсолютный свет, нет у него никакой тьмы, то есть он есть любовь и нет у него никакого зла, никакой ненависти, да. Послание делится крупно, как всегда, как и Евангелие, знаете, как и язык Иисуса и вообще многих мудрецов, он делится на образный и прямой язык, да, поэтому вначале Иоанн говорит образно, Бог есть свет, потом прямо говорит, что Бог есть любовь, а значит свет это есть любовь, это просто символ и образ, да, вот, поэтому нет у него никакой зла, нет у него никакой тьмы, да, давайте теперь его прочитаем, и я на некоторые моменты обращу внимание. О том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши о слове жизни, ибо жизнь явилась, и мы видели, свидетельствуем и возвещаем вам эту вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам. О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Его, Иисусом Христом. И пишем вам это, чтобы радость ваша была совершенна. Обращу внимание, сразу знает слово, да, то есть, к сожалению, в псевдохристианстве, православии, католизизме, протестантизме абсолютно отвергнуто учение о совершенстве. Неважно, в радости, в любви, да, в познании. Они это отвергли, они удостоверились, удовлетворились ложью, да, лжеистиной, да, о том, что ты там спасен по вере, ешь, перевеселись душа моя, это абсолютный бред. Мы об этом сегодня будем тоже говорить. Радость совершенно может быть только у совершенства. Это очень важно понимать. И вот благовестие, которое мы слышали от Него, и возвещаем вам. Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. Вы знаете, об этом я буду чуть позже говорить, что человечество до сих пор не принимает эту формулу, до сих пор не принимает эту истину. Казалось бы, настолько простую, настолько понятную. И несмотря на то, что многие на словах могут это высказывать, исповедовать, так скажем, дела, конечно же, отличаются. Об этом я всегда буду говорить сегодня, мы еще будем говорить. Потому что слово-то любовь, понятно, оно есть. И есть от него глагол. То есть есть сущность существительная, моя внутрестная, я любовь. Но моя любовь проявляется в делах, в любить, в глаголе, в делании, да. Но опять же, что подразумевает под этими делами. Но об этом мы поговорим еще позже. А я хочу сказать, обратить на такой момент. Несмотря на то, что, видите, я когда-то заявляю всегда какие-то темы, и мои проповеди очень пространные, и я стараюсь все, что у меня есть на сердце, на сегодня высказывать. Все, что есть в моей голове, в моем сердце, поделиться хочу всегда со всеми. Просто на сегодня. Вот и все. По поводу тоже, знаете, очень часто любят говорить, что вот, Библия полноценная, Новый Завет, там Евангелие, все, все там нам сказано, все хорошо. Я всегда обращаю, один раз я ролик записал, помню, называется он Иисус Евангельский, по-моему, и истинный, да. Библейский или истинный, как так. Но я его найду, я помню всегда значок, кому интересно, напишите в комментариях, я дам прямую ссылку. Я на примере лишь нескольких моментов, ну вот в такой, в свободе слове, показал, что бы было бы, да, вот мы знаем, что у нас Евангелие дошло в четырех вариантах, четырех авторов, описывающих одни и те же события, да. И насколько Евангелие разные вот эти, одно дополняет друг другу, другой, да. И что если бы мы не знали, вот другой Евангелие, насколько те моменты, которые в другом Евангелии описаны, были бы для нас сокрыты, мы могли бы догадываться. Я порой даже показывал несколько мест, где, насколько вот если бы там не было этого, можно было бы туда вложить, какую ток чепуху, и туда, как этим ток не пользоваться, и какой ток зло в это не вложить, да. Это очень важно, да, я тогда об этом говорил и показывал, и что действительно, как это все раскрывается, и действительно, и я показал, что несмотря на то, что у нас есть четыре так называемых Евангелия, которые вот такие синьки, они читаются там за два часа. Это что, можно вместить сюда всю жизнь Иисуса, все три года, считается, что он три с половиной, вот три года где-то, ну, три Пасхи там просто по Евангелию, в принципе, видно, что он как бы проповедовал, да. Ну, слушайте, это настолько огромный период времени, да, это насколько много он говорил, общался со своими вот этими близкими учениками, со всем народом, что даже это нам, и что нам передано. Евангелие, оно вот такое вот, ну, за два часа читается, это же, разве можно в два часа вложить трехлетнюю жизнь и проповеди Иисуса, я всегда говорю, слушайте, посмотрите на мои видео, я по часам, по двум, по часу, по два ролики записываю. Он точно так же беседовал со своими учениками, а у нас написано, ну, побеседовали, там, одну притчу Евангелист передаст, и все, встали, и пошли сразу переходят к новым событиям, где они уже ушли в другой места, хотя написано, что они там весь вечер сидели, там, общались, исцеляли Иисус, в частности, ну, потом его ученики тоже такими же делами занимались, вот. Ну, он, в частности, да, общался, там, исцелял, проповедовал, говорил, благовествовал, все делал это, да, и нам все описано вот так вот. Вот, поэтому, вот опять, живой пример тоже любит, знаете, где, с чего ты взял, что Иисус Бог, он не сам, ну, это и мусульмане очень много под роликом у меня пишут, ну, и христиане, так, псевдо-христиане, тоже, порой, не познавши истину, тоже этими вопросами смучиваются, да, хотя из всего Евангелия, из жизни и учения Иисуса Христа, и так понятно, что он есть Бог, я об этом при чтении, последовательном чтении Евангелия всегда говорю и показываю из текстов. И здесь то же самое, вы знаете, ведь Иоанн прямо говорит, и вот благовестие, во-первых, о ком он говорит первое, ну, выражаясь человеческим языком, раз уж все поделили на стихи, на главы, да, первые три стиха, он говорит об Иисусе Христе, о том, что было от начала, что мы слышали, что видели, от начала я сегодня трогать не буду, да, как Иоанн прекрасно пишет, по сути, вот это, о том, что было от начала, он уже свидетельствует о том, что Иисус Бог, да, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и осязали руки наши, о слове жизни, ибо жизнь явилась, жизнь явилась, Бог есть жизнь, а вокруг не жизнь, почему он так об Иисусе прямо регламентирует, здесь бы слово жизнь хорошо с большой буквы написать, да, о том, что жизнь явилась, да, они тоже вроде не мертвые были, да, он говорит об источнике жизни, о Боге, источник жизни явился, если хотите, и мы видели и свидетельствуем и возвещаем вам эту вечную жизнь, а кого возвещают-то Иисус Христа, да, да, о том, что мы видели, и вот благовестие, которое мы слышали от Него, Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы, мы в Евангелии читаем, такой нет, Иисус никогда не говорил, что Бог есть свет, но Иисус говорил, вы свет миру, и тогда светит свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли небесного Отца Бога, Иисус тогда, ну и так называемая Нагорная проповедь по Евангелии от Матфея, конечно же, кто мудрый и разумный, уже видит, что в принципе Иоанн Богослов ничего больше не сказал, о чем говорил Иисус, более того, Иисус не нес великого учения о Боге, Иисус нес великое учение о ком? О человеке, который есть Бог, потому что он его образ и подобие, Бог-то свет, это понятно, а ты-то свет, да, все в дохристианстве очень часто любят, да, о Боге поговорить, о его любви, о свете, когда человек доходит сразу в другую сторону, очередь разворачивается, да, когда добрых дел, и неважно, слова все эти, любовь, добро, в разных там есть это, не этика, что же я уже забыл, то, эти, ну, этичный веган, как там, да, то есть тоже там, моральный человек, или еще раз, мораль, этика, в разных, конечно, на культурах бывают разные слова, высшая из них и понятная всем, я считаю, любовь, и все остальное, конечно, придумано так, знаете, как все эти слова, я тебя уважаю, да, но пить не буду из этой серии, да, вот, все это такое себе, любовь есть любовь, но Иисус прямо говорит, да, тогда светит свет перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела, причем свет, это не сущность, он уже, он вообще говорит, что это добрые дела, от того, что ты внутри мечтаешь из себя, что ты любовь, ты свет, когда ты светишь, свет не может не светить, солнце, тогда бы не солнце было, да, оно свет, но она его источает, это очень важно, да, лампочка, которая не горит, уже никому не нужна, как дальше Иисус про соль скажет, вы и соль земли, да, если соль потерять силу, зачем она нужна, выкинуть ее на помойку, лампочка, которая не светит, зачем она вам нужна, да, перегорела, мы ее выкидываем, потому что ты либо лампочка, когда светишь, тогда тебя лампочка называет, а так-то уже все, непонятный кусок материи, стеклянный там, с железками, не важно, с диодами, да, вот, говорил Иисус прямо вот такую фразу, нет, но Иоанн говорит, что мы слышали от Него и возвещаем вам, Бог есть свет и нет в нем никакой тьмы, принимает это человечество, нет, принимают это христиане, нет, на делах нет, на словах, да, они могут это прочитать, могут проповедь красивую сказать, да, хотя редко, они будут говорить лишь о том, что Бог любит тебя, Бог так любит, будет все время говорить о Божьей любви, о том, что ты должен стать этой любовью, и вы такого никогда не услышите, ну, мы еще поговорим, если услышите, то узнаете, какая это любовь, убей врага, люби ближний, ненавидь врага своего, все опять смешали ветхое снова и так далее, да, ибо таково благовествование, которое мы слышали от начала, здесь я уже перескакиваю, я вам не буду говорить, какие главы, стихи, я для себя, можете многоточие поставить, то есть я просто наброски сделал, чтобы вас, кто-то читал в памяти, возобновить какие-то яркие моменты, которые мне сегодня хочется сказать, ибо таково благовествование, опять, да, ну, благовествие, благовествование, все на дальнем, просто чуть слова изменены, смысл один тоже, которое вы слышали от начала, чтобы мы любили друг друга, не так, как Каин, который был от лукавого и убил брата своего. Тут я сразу же перескочил, там, это уже вообще третья глава, по-моему, одиннадцатый стих, у меня стихи помечены, главы я не стал помечать, вот, по сути, первую половину послания, Иоанн, вот, говоря о том, что Бог есть свет, он так и будет, говорит, и кто говорит, что пребывает во свете, но ненавидит брата своего, то во тьме, да, ты можешь что угодно, говори, я только что говорю своими словами, уж просто он другими словами, чуть-чуть иными словами сказал, но смысл передал тот же самый, да, и он, говорят, эти образы, да, все, потом он прямо переходит, да, я хочу обратить внимание, тоже очень любит вот это все, что речь идет о брате, о христианах, это абсолютно не так, Иоанн не просто так, я не зря вот этот стих я тоже, так скажем, захватил тоже, Иоанн Богослов нас прямо отправляет, о чем я постоянно тоже говорю в своих проповедях, если вы познаете, что Бог есть любовь, что он творец, основатель, источник и отец всего, и мать, как хотите, наш родитель, да, и что точно так же, как Адам и Евы, хоть он там и слепил их из праха земного, потом стали появляться дети, Каин с Авиалем были братья, да, и все мы от одной крови, он говорит, ну, любовь не так, как Каин, да, убивший брат, поэтому он не зря на это намекнул, на это братство-то, братство какое? По плоти, а по плоти мы все от одного, Адама и Евы, второй раз, как я всем говорю, от Ноя, так скажем, да, еще раз, попытка номер два, дубль два, это очень важно, он не зря говорит, кто такой брат, Каин с Авиалем, так скажем, первые дети первых человеков, это очень важно понимать, поэтому, когда вы читаете у Иоанна брата, это то же самое, что все нормальные люди, по сути, говорят, что все люди там братья, все люди сестры, да, все мы на земле родные, это познавшись, но всегда так выражается, вот именно поэтому Иоанн точно так же выражается, он уже пытается, он этими всеми словами всегда пытается тоже подвести к истине, это очень важно понимать, он не пишет о христианах якобы, там, о братьях, что вообще его послание к христианам, и вот надо любить только братьев, тогда это просто скатывание, просто опять Ветхий Завет, как Иисус говорил, люби ближнего, ненавидь врага своего, все, разве новый завет об этом, разве новозаветная истина, которая нам открылась, которая была от начала, как он и сам говорит, разве от Каин Авеля, там дело было в христианстве, в Иисусе Христе, Бог, разве там где-нибудь в Библии мы читаем прямо, любите друг друга, да это сущность бытия, вот именно, и Каин с Авелями от этой сущности бытия, они были избавлены, потому что жизнь, возможно, которая является, которая есть только при условии любви, любовь познали мы в том, я говорю, я перескакиваю, уже вам сказал, да, в том, что он положил за нас душу свою, и мы должны полагать души своих за братьев, здесь, слышите, особенно в контексте нынешних событий, сегодня 17 апреля 2022 года, идет уже два месяца агрессивная война России против Украины, и тоже, вот, извращают все, и слова Иисуса, и вот эти евангельские, и из посланий, неважно, об одном и том же, это, в принципе, фразу, по сути, Иисус произносил, ну, о том, как мы должны жить, да, поэтому вторая часть этой мысли, в принципе, Иоанн просто процитировал Христа, что и мы должны полагать свои души за братьев, ну, и первую часть, просто она в третьем лице сказана, Иисус прямо о себе говорил, что я полагаю за вас душу свою, да, конечно, хочется сразу сказать всем этим патриотам, да, всем убийцам на войне, которые там убивают, или неважно, что если вы от кого-то такое слышите, конечно же, это извращение, это хула на истину, это поношение Иисуса Христа, Иисус ни с мечом, ни с автоматом положил свою душу, защищая, там, Иерусалим во время римской оккупации, или еще чего-то, или во время, там, даже собственных этих партий, по партии, там, кого только не было, кто знает, из чего там состояли члены Синдриона, это все иродиане, фарисеи, там, эти законники, книжники, эти, ой, как это называют, тоже позабывал все, но вы помните, которые в воскресенье не принимали, вот, в общем, там разные партии были, точно так же Иисус никого не убивал, и душу свою полагал, и не потому, что он кого-то с автоматом защищал, и ему просто пуля в лоб прилетела, ну, что ж, уж не получилось, да, пришлось положить душу, я, конечно, хотел сам тысячу душ положить, чтобы одну спасти, там, своей, своей семьи, своей родины, да, но при этом тысячу людей на другой стороне положить, нет, Иисус это не делал, поэтому извращать, конечно, эти слова, притягивать, это огромная хула, это страшный грех, да, извращать Евангелие новое, за это, где Иисус отдал свою жизнь, будучи Богом, будучи обладаемой абсолютной властью, скрутить всех в бараний рог, всех своих врагов и недругов, да, Бог показал, что есть абсолютная любовь, о том, о чем Иоанна говорит, и что, вот, о том, что Бог есть свет, и хоть Иисус это сначала говорил, потом он, что? Потом он это явил делом, и настоящие дети Божьи, видев это, вот так и пишут, и говорят, это живут, любовь познали мы в том, что он положил за нас душу свою, я говорю, переводы, конечно, иногда синодальные особенно ужасные, но и даже и все бывают ужасные, в том плане, что здесь положил не за нас, а ради нас, он это сделал, этот путь жизни, да, сошел со своего трона на небесах, только для того, чтобы явить мне пример святой жизни, в этом его высочайшая жертва, опять же, высочайшая любовь, не вот этот протестантский бред, о том, что он там взял свои мои грехи, никакие грехи взять невозможно, никто из вас, никакой грех чужой на себя взять не может, если даже вы формально и можете это сделать, и там отсидеть за кого-то, сущность человека от этого не поменяется, а значит, никакого греха на нем остается, взять его не может, если человек негодяй, убийца, вы хоть сидите за него, неизвестно сейчас зачем, берите на себя его вину, он как был убийцей, так и останется, и дальше будет убивать, а вы просто будете лохом, который будет за него сидеть, вот и все, изменить его природу, от того, что вы сядете, невозможно, весь протестантский бред, это просто, да и православный, то же самое, это просто непонимание, непознание истины, и извращение ее, вот и все, а для чего, для погибели собственной души, душ слушающих их, какую чушь они вот это все несут, естественно, Иисус положил ради нас, для нас, если хотите правильно, для примера нам, о чем он сам и говорил, на том же самом прощальном ужине, что я вам оставляю пример жизни, я есть истина, путь, и этот путь приводит к вечной жизни, к благобытию, это очень важно все понимать, да, вот, и, ну уж на эти фразы, я всегда, ссылаюсь, особенно как Иоанн об этом говорит, да, первый, так скажем, ученик, Иисуса Христа, такого уровня, хотя мы с вами в следующем видео и Иакова почитаем, те же самые познания, к сожалению, потом, я говорю, от этого сильно удалились, а в основном, в современном, псевдохристианских культах, это вообще отвернуто, учение о совершенстве, о том, что Бог есть абсолютная любовь, да, и познали мы ее, в том, что он положил душу за нас, и именно поэтому, если вы не признаете Христа Богом, опять же, вы не признаете, что Бог есть любовь, он не сынок Божий, что папа своего ребенка, да, отдал на убийство, да, и в этом его любовь, нет, потому что Иисус есть Бог, именно он, добровольно, как он сам говорит, никто не может отнять у меня эту жизнь, никто не властен это сделать, я сам, я сам для примера жизни, как надо любить даже врагов, потому что я есть любовь, это очень важно понимать, когда вы признаете Христа Богом, вы признаете, что Бог есть абсолютная любовь, и любовь жертвенная, не с автоматом чужую жизнь забирать, да, об этом мы сегодня еще будем говорить, ролик будет длинный, я хочу наговориться, да, я сейчас пореже стал писать роликов, у нас тут посевной сезон, весна, поэтому, много дел на участке, это очень важно понять, когда вы это признаете, тогда все у вас встанет на свои места, тогда вы все поймете, об этом мы сегодня еще много будем говорить, что Бог есть абсолютная любовь, и что любовь, очень коротко, что это такое начинает, ой, ну как же понять, ну где же воля, ну как же, да, я хочу, я хорошо, я понял, я буду делать, как поступать-то, очень простая формула, очень простая, поступать с другим так, как ты хочешь, чтобы поступали с тобой, и естественно, никогда прежде всего, никому ничего не делай, чего не хочешь себе, не творить никакого зла, а творить только добро, которое хочешь, чтобы делали тебе, естественно, не делать никакого зла, потому что ты бы его себе не хотел, и очень всегда понятно, на себя это притянул, я сегодня примеры еще буду опять живые, конечно, разбирать, всегда на них более понятно, что это именно так, и все это очень легко, это очень легко, в свое время это придет к вам, вы знаете, я сам долго к этой простоте шел, Но в оконцовке дошел Возлюбленный Будем любить друг друга Потому что любовь от Бога И всякий любящий рожден от Бога И знает Бога Кто не любит Тот не познал Бога Потому что Бог есть любовь Иисус говорил об этом прямо Че это Иоанн Богослов Тут Иисус переплевывает Ну конечно он им говорил об этом Почему об этом в Евангелии не сказано Не задавайте мне вопросов Я их не писал Хотя я могу дать Один ответ Я убежден что именно так и было Вообще в Евангелии в речах Иисуса Так как истина Она конечно не только в любви И сегодня я об этом тоже буду говорить Я стараюсь в каждом ролике Провозгласить истину Просто любовь невозможна И неотделима Это так называемая троица святая Которая любит говорить псевдо христиане Православные католики протестанты Это о том что любовь нераздельна и неотделима Первое от свободы Второе от вечной жизни Если нет вечности Любовь бессмысленна Все наше добро Тогда все бессмысленно вообще Если я завтра сдохну И меня сожрут червяки Да Как многие так называемые неверующие Говорят все бессмысленно Не имеет смысла ни любовь Ни доброта Павел потом об этом прямо писал Когда вот точно так же Уже в христианской секте Во времена апостолов В его так называемой Насажденной церкви В Каринфе уже появлялись Учителя Не просто там кто-то там С последних скамеек Вообще не да Нет Уже лидеры Так называемые пресвитеры Стали проповедовать Что Христос не воскресал И все мы тоже помрем И у Павла 15 глава Первого послания к Каринфинам Огромная глава Посвящена вот этой борьбе Обличению этих людей Которые говорят Что нет воскресения Ни Христа Ни людей Все Они христиане Я тогда один ролик тоже записал Нет воскресения Апостол Павел Всех нас обманул Я в том ролике Ну я его так Так скажем Курьезно назвал Специально немножко Да Как будто Павел Там против учил Нет В смысле я хотел показать Что все эти иллюзии Что там Об идеальности Ранней христианской церкви Это заметьте Это во времена апостолов Первых апостолов Уже колебания В так называемой церкви Христовой О том что вообще Есть ли воскресение О чем говорит Через 2000 лет После Евангельских событий Что в современных Псевдо христианских культах Православие Католицизм Протестантизм Исповедуется И проповедуется Жизнью И делом И словом Да Если в ранней христианской церкви В церкви Которую сам апостол Насаждал Уже говорят Да нет никакого воскресения Он говорил Если нет То в чем смысл Зачем я Страдаю Зачем я творю добро Ешь пей Веселись душа Либо завтра умрем Слова апостола Павла Именно из этой головы Да Именно из этого места Вот Это очень важно Да И поэтому Сам И второе Да Это вечная жизнь И второе Конечно свобода Вот эта вот Троица Любовь Вечная жизнь Свобода И Любовь Это нераздельные вещи Во-первых Насильный мил не будешь Мы все знаем эту фразу Она абсолютно идеальна Она хоть и народная Такая Это так и есть Любовь и свобода Это две стороны Одной миндали Ребрышка У которой вечная Вечность Вечная жизнь Круг Да Хоть не очень хороший Символ Вечности Лучше конечно Раскручиваешься И закручиваешься Спираль Бога Да Но все-таки Это очень важно И поэтому Без свободы Нет никакой Любви И Именно поэтому Бог всегда Человек подводит Так Он не давит Никаким авторитетом И вот Иисус Как бы проповедовал И то о чем Он говорил Человек должен был Сделать выводы Сами Он говорил Творить Иисус призывал Именно к делам Чего протестантам Вообще чуждо Просто чуждо Они ненавидят Этой проповеди О делах Да А Иисус говорил Будете делать дела Познаете Что такое истина Идите И дойдете Иисус об этом Всегда говорил То есть Ты не идешь Если ты там На словах Только идешь За мной Без креста Без любви Жертвенной Ты не мой ученик И ты идешь Не туда Тебе только кажется Ты обманешься Потеряв и то Что ты фантазируешься И что ты имеешь Там христианин Тебя что-то ждет Нет Иисус всегда говорил Я всегда Цитирую Некого тоже Иоанна Лествичника Тоже Ортодоксального Святого Который Говорил Что истина Познается По силе Жития Великолепная Фраза Абсолютно Отражающая Истина Действительно Так Убедиться Во всей этой теории Можно только В практике Да Это запуток рук Сначала Мы в жизни Так же Сначала Мы теоретическую Информацию Узнаем Мы что-то делаем И потом Это что мы Узнали И попробовали Стало нашей сущностью Мы опытно Изведали Что это такое Это что касается Бытовых вещей В жизни На велосипеде Сначала я конечно Узнаю Что вот так Тебя Даже Твой родитель Который учит Или друг На велосипеде Так Руль берешь Так Вот здесь Тормоза Здесь педали Вот так Их крутишь Начинаешь ехать То есть сначала объясняют Потом ты едешь Потом все Как говорят Уже разучиться Ездить на велосипеде Невозможно Ты хоть 20 лет не ездил Сел и поедешь Это становится Твоей сущностью Твоим существом Становится тобой Твоими знаниями Опытными Тебе же никто не учит Просто ты это знаешь Вот и все Но ты сначала Узнал теорию И практиковал его Добился совершенства И сам стал Этими знаниями Сам стал Этим логосом Сам стал Этими Этой сущностью Бытия Да Вот здесь то же самое Поэтому кто не любит Тот не познал Бога Потому что Бога Есть любовь Познать Бога Можно только Через любовь Возлюбленный Если так возлюбил Нас Бог То и мы должны Любить друг друга Бога никто Никогда не видел Если мы любим Друг друга То Бог в нас Пребывает И любовь его Совершенно Есть В нас И мы познали Любовь Которую Имеет к нам Бог В том Что он положил За нас душу Свою И уверовали В нее Бог Есть любовь И пребывающий В любви Пребывает в Боге И Бог В нем Иоанн Богослов Конечно же Всегда Прямо говорит Ну и там Я говорю И символ Особенно Я весь Символически Сегодня Можно сказать Убрал Его язык Только в начале Что Бог Есть свет Об этом Еще просто Поговорим Потому что Это очень важно Теперь мы Подставляем место Слова Любовь Я говорю Читаем Опять же Смотрите Иисус Иоанн Как бы Передал нам Слова Иисус Которую Мы там Не видим В Евангелии Сам что-то Добавляет Своими Уже образами Познав истину Я вам Чуть другими Ведь он уже Прямо Не говорит Еще раз Эту фразу Которую В начале Сказал Ее было бы Хорошо Закончить Хотя он В конце Тоже Там Интересно Заканчивает Но все-таки Так он Не сказал Что теперь Просто Бог Есть Свет И нет В нем Какой Тьмы Надо прочитать Как Как я Сегодня Уже Не раз Выразился Бог Есть Любовь И нет В нем Никакого Зла Нет В нем Ненависти Ну Как Противоположное Любви Да Или Зло Ну Зло Противоположное Добру Бог Есть Добро И нет В нем Какого Зла Или Бог Есть Любовь Ну Противоположный Антипод Любви Это Ненависть Так Обычно Называется Да Ну Или Нелюбовь Да Ну Как Не Звучит Тогда Бог Есть Любовь Нет В нем Никакой Нелюбви Да Вот Нет Ненависти Это очень важно понимать. И я всегда обращаю на это внимание. Вот там насуется с этой верой во Христа, что ортодоксы, православные католики, что протестанты. Я говорю, слушайте, вы когда-нибудь почитайте действительно глубоко Иоанна Богослова послание. Мы познали любовь Божьей, он еще раз повторяется, говоря о том, что мы, как видите, мы уже читали, это из разных глав потихоньку идем. Который имеет к нам Бог. Это уже я в скомчиках добавляю, по сути, просто напоминаю тот стих. Он уже это не напоминает дважды. А как он? То, что мы с вами прочитали специально выдержками, что мы познали ее в том, что он положил. Вот в этом его, причем, в принципе, это вся его жизнь, начиная с того, что Бог вообще сошел с небес, так скажем, с трона своего. Зачем бы ему людям, грешным людям, почему и говорится, что он не имеет никакого греха-то, да, и что он как бы взял на себя наши грехи-то. Это же образный язык о том, что не он нам это должен был показывать. Это наша жизнь, мы не должны были сами разгрешить, а все же грешели, должны были за это ответить и сотворить плоды достойной покаяния. Но он нам показал путь. Это очень важно понимать. Все, что с ним делали, порой с нами должны были сделать за все наши грехи. Достойные, когда по делам мы бы принимали, потому что мы много все до познания истины согрешали. И потом, опознав это, этого не делать. И делая обратное, еще за это тоже бы пострадали. Так тогда мы становимся в том образе, в который он нам и положил. Но и то немногие доходят, а то одно дело еще законно страдать, так скажем, заслуженно, да, за свое зло. Многие люди, у кого еще там какой-то свет в душе есть, они обычно принимают наказание за злодеяние, да. Но если я страдаю ни за что, в умах основной массы людей, ну а почему я должен, да. И только познание о том, что Бог есть абсолютная любовь, и что остальных привести я могу к этой любви только примером собственной жизни и жертвенной любви. Когда я и буду страдать за эту правду, да, за любовь. Вот, приводит и других, в частности того самого, кто в отношении меня и творит это зло. Да, и мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, в том, что Он положил за нас душу свою. И уверовал, я всегда говорю, не в Него, не в Него, а в Нее. Это очень важно всегда понимать. Христианин уверовал в том, что Бог есть любовь, в Нее, в любовь Он уверовал. А значит, что, только что Он писал, и мы должны любить друг друга. Если мы любим, то Бог в нас пребывает, то мы Его познали. Любовь до того совершенства достигает в нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире этом, как Он. Любовь до того совершенства. До совершенства. Тоже мне, сколько я вот не пытаюсь, слушайте, вот, любовь же она в делах, да, проявляется. В жертвенной любви. Если вы хотите достигнуть совершенства, а с протестантами вообще беда, вот беда. Я вот с ними... Ну и у православных то же самое, там еще хуже. Там уже иногда, видите, я даже больше на протестантов какие-то надежды возлагаю. Может, там еще хоть что-то зашевелится. Православные вообще все, я грешник, супергрешник, все, я только на милость Божию уповаю. Там вообще объяснить человеку, что от этого ничего хорошего ты не поимеешь, потому что то, что ты грешник, супергрешник, ну грешники где все? Ты сам себе приговор выносишь, если ты в своих грехах не раскаиваешься. А лживое учение о том, что невозможно избавиться от грехов, ну вас к этому приводит. Вы и не пытаетесь, поэтому вас убедили. И ты начинаешь, ну а зачем я буду от крупных, если я мелким? Поступать как он мы должны. Поэтому вот это, знаете, тоже пожизненная трусость, да. И вообще нежелание достигать совершенства, а совершенство невозможно без жертвенности. Потому что то, что вы в мире только от зла, знаете, ой, ну ладно, я там стал веганом, ты меня убедил. Ну или глаза открыл, да, хорошо, я стал настоящим этичным веганом, не убиваю животных. Ну а что ты доброго делаешь? Я всегда говорю, слушайте, вот эта вот позиция, в Ветхом Завете хорошо сказано, уклоняйся от зла, и там неразрывное предложение, и сотвори благо. Ну призыв такой, да, заповедь, если хотите. Иисус говорил о том же самом. Иоанн Претечи говорил о том же самом. Показься и сотвори плоды достойные покаяния. Любовь – это все время энергия, она проявляемая в делах, в делах любви, в добрых делах. И она все время проявляет себя. Если вы просто не делаете зла, на нуле залипли, вас просто не существует, вы ноль, пустое место. Я просто не творю зла. Ну там война в Украине. Ну я же не за, но я и против не высказываюсь. Я молчу, я в стороночке стою. Ты ноль, тебя просто не существует. Ты своей жизнью показываешь, что тебя просто нету. Ты никто. Ноль. Пустота. От тебя никому не горячо. Да, никому не холодно, ты не злодей. Ну и никому не тепло, ты никого не согреваешь, в тебе нет любви. Ты ноль. Тебя завтра убери из жизни, из вселенной. Никто не заметит. Тебя просто нету. Ну сейчас я прямо, а жертвы скажут, ой, ну я там кому-то делаю, я же кому-то добро маленькое делаю, за которым мне ничего не прилетит. Да. Поэтому я сейчас уже, вы поняли, я говорю, то есть ты вот кто-то остановился вот здесь и все. Особенно, конечно, мои претензии к христианам, так называемым, к близким, с кем я особенно общаюсь. Меня возмущаются, а что, да как, я там кому-то ультиматумы ставлю. Я говорю, ну вот вам ультиматумы. Ну вы христианином назвались, но стремись к совершенству. Слушайте, да я в свой адрес точно так же принимаю и сам себя корю, что я мог бы сделать больше. Я говорю, это правильные укоры. Да, конечно, не надо себе в депрессники выдвигать, но если ты сам у себя в этой жизни уберешь, или себе вот эту чеку поставишь там, все, предел. Ну, это беда для человека. Это беда. Ни в коем случае себе вот здесь планку предела ставить в совершенстве, что ты мог бы еще этого и этого. Да, вгонять в депрессники мы не можем весь мир накормить. Ты не можешь всех исцелить, у тебя порой и даров этих, и талантов, или физических возможностей нет. Но, уж знаете, то, что нас окружает, и мы всегда, на самом деле, в своем сердце прекрасно знаем, когда нас Бог обличает. Когда у нас есть возможность, и мы чего-то не делаем. Тот же самый Иаков, когда мы в следующем видео будем писать, ну, я буду говорить, записывать ролик, а вы будете слушать, да. Он прямо сказал, что тому, кто разумеет делать добро и не делает, это и есть грех. Великолепно сказано. Именно это и есть истина. И мы прекрасно знаем все наши возможности, которые, да, реализуемы. У вас есть страничка в соцсетях? Да, а почему вы не скажете? И трусость – это не оправдание. И ущерб, и то, что ты потом за это будешь расплачиваться, за истину страдать, ты скажешь, вот, до меня посадят, у меня семья, дети. Ну, а у тебя есть упование на Бога. И у тебя есть вот это понятие, что Бог есть любовь. А те, кого ты этим словом бы защитил, кому помог бы? А эти люди, они не твои братья и сестры, о чем сегодня послание. Нет, ты просто не веришь в то, что Бог есть любовь. В том, что мы все на земле одинаковые. Что твоя жена ничем от той жены, от чего это не отличается. Если кого-то там убивают, какая разница, какую убивают жену, твою или чужую. Ты только за свою жену заступишься. А кто-то за твою заступится, когда тебя не будет рядом. Ты бы хотел, это опять к вопросу, что такое любовь, поступать с другим так. Ты бы хотел, чтобы когда с тобой будет несправедливость, весь мир восстал. За тебя заступились, тебе помогли, когда у тебя плохо. А сам-то ты делаешь это. Хотя кто-то тоже будет страдать. Потому что за тебя заступиться прилетит, получишь пшием. А ты будешь это делать? А что тогда других требовать? А как тогда мир станет совершенным? А кто тогда об истине узнает? А кто тогда узнает о том, что Бог есть любовь? В том, что Он расположил за нас душу свою. Как потом узнают-то? А ты кому-нибудь в своей жизни свидетельствуешь, что Бог есть любовь в том, что ты полагаешь душу за истину? Жизнь свою за истину? В любви нет страха, но совершенная любовь вон изгоняет страх. Потому что в страхе есть мучения, боящиеся несовершенны в любви. О чем я только что поговорил. Очень хорошо завершили. Чего, прибавить или убавить, я уже все сказал. Страхи, трусость – это не оправдание. Нет. Вы не признаете истину. Когда вы боитесь, вы не признаете истину. Ни вечную жизнь, ни свободу, ни любовь. Если бы у вас все это было, вы бы ничего не боялись. Чего вам бояться, вы вечный? Там светло-лучший мир. За что тут держаться? За что держаться в этом мире? Вы знаете, смотришь кого-нибудь, ну там тоже диалоги всякие или монологи. Вот они рассказывают. Да вот мой дед там в советское время был репрессирован там Сталином или еще. Они все, знаете, эти все дети с гор... Это все вот люди, когда-то дети этих родителей, они говорят об этом с гордостью, с правильной гордостью. Да, что вот как бы он противился там, я там отец этого, я там сын этого, этого. Все время думаешь, смотри, вот мы переживаем, что мы пострадаем за истину. Может даже нас там посадят за что-то, а дети наши якобы останутся там, в детдом отправятся еще. Слушай, они когда узнают твой поступок, это изменит всю их жизнь. Это лучшая пропуть в своей жизни и лучшее воспитание будет о том, что ты положил душу свою за всех. Не за того, что ты там своего маленького воспитываешь в домичке и все. Да, вот такими вот елейными словами на делах ничем не подтверждаемые. Да пусть он в детдоме лучше вырастет, он узнает, что ты когда-то пострадал за истину, что тебя идиотское государство в лице людей, а это не бездушное, существуют конкретные люди. Да, посадили твоего родителя, отняли у тебя детство, счастье, только потому, что твой отец там или мать сказали нет войне, или с пустым плакатом уже вышли, да, с восьми звездочками тебя посадили. Вы знаете, лучшие проповеди своего ребенка и лучшего блага, который вы для него сделали, просто придумать невозможно. Потому что вы словами, делами доказали то, как вы живете. И вы выбрали не вот это вот временное благополучие, да, а выбрали истину, вы страдали за всех. Да, потому что если бы мы все так сделали, сколько бы смерти им и предотвратили, сколько бы счастья принесли бы, да. Кто этого готов так воспринимать? О том, что Бог есть любовь, а не так, как Каина убил Авеля, да. Кто? Что мы все от одной крови? Что мой сыночек от тех сыночек, которые гибнут там, да. Что в Украине, что эти русские идиоты, которые такие же сыночки, но, к сожалению, совсем тук-тук откройте, да, идут сами резать. Вы и тех, и тех спасаете. Вы этим проявляете любовь ко всем сразу. И к своему ребенку, потому что вы растите его не идиотом, а на реальных поступках собственной жизни, самого близкому человеку вы являете. В жертвенной любви, я специально говорю на современном мире, на нынешних событиях. Вот война Украине. Россия против Украины. Вы эту любовь проявляете ко всем сразу. Там, выступая против войны, да. Вы проявляете любовь ко всем там украинцам, неважно, грешники, они есть там и достойные, и недостойные. Ваше дело, любовь проявить. К русским вы проявляете, и к далеким, ко всем, называемым русским или гражданам Российской Федерации. И к своим самым ближним показываем пример. Это и есть самая настоящая любовь. Вот так вот. К вашим детям, к вашим родителям. Это был бы лучший пример, это изменение, это перевернуло бы их жизнь. Еще раз вдумайтесь в слова апостола. Он говорит, что я познал любовь Божию, применить это к себе. Я познал это. Вот тогда, когда он положил, вот когда он сделал этот поступок, когда он, будучи Богом, обладая всей полнотой власти и силой, которая сам давала им дыхание и жизнь, и радость, и благо бытия, и здоровье. Они же с силами вбивали ему гвозди в руки и ноги. У них все было. Этот Бог, который дает им жизнь и свободу, поэтому хоть Бог и дает им жизнь и силы, и здоровье в руки, вбивать ему гвозди в ноги и руки, он не сам себя убивает. Он не мазохист. У них есть выбор. И ты в этом и видишь любовь. Ты удивляешься. Для него забрать у них жизнь – это одно дыхание жизни, обратно взятое, не вдунутое, не вдунул в них дыхание жизни, а забрал, и все попадали бы. Не зря очень яркий момент, где происходит арест Иисуса, написано, что когда его спросили, ты ли он, он сказал «я». И написано, что они попятились, и все попадали там. Некая сила из него вышла, он так это сказал и сделал. Познавая, что это Бога убивает, который обладает полнотой и властью, у вас просто сердце разрывается. Что он обладает и дает им эту возможность, и при этом не убивает их, не забирает это дыхание жизни из них. Они все попадали бы бездыханными. Он всех воскрешает. Мы видим для него воскресить человека, разложившийся труп четырехнервного лазеря, ничего не стоило. Забрать эту жизнь, уж понятно, для него ничего не стоило. Без всяких автоматов, пулеметов и ядерных бомб. Просто падали бы все. Вот так и все. Бездыханно. Помните, как в Матрице, когда их отключали от этого, этот предатель-то? Вот и все. Когда ты это признаешь, ты понимаешь, благодаря именно этому, именно этому, не потому что Иисус взял какие-то грехи за меня, именно этому. Он мне, он ради меня, потому что он не имел в этом нужды. Он страдал не за свои грехи, он не был без греха, он страдал за правду. Зачем? Кому это надо? Он мне показал, что я должен так жить, что это и есть истина, это и есть любовь. Ты только потом дорастаешь, и сам так поступай, понимаешь, что он сделал. Он по-другому не мог сделать. И ты уже не можешь по-другому жить. Это становится твоей сущностью. Ты узнал теорию, но благодаря ему попробовал это, и сам стал таким. Другому тоже объяснить не можешь, почему я это делаю, почему я страдаю за истину. Потому что я люблю. Я хочу, чтобы все вы были счастливы. Истины без любви, счастья без любви невозможно. Любовь – это доброта. А что такое доброта? Это радость. Что такое вообще любовь? Это доставление кому-то радости, делая никого-нибудь счастливым, через опять удовольствие. Я. Иисус показал, что даже на зло ты отвечаешь добром. Эту молитву, которую он произнес за всех своих врагов, Господи, прости им, не ведаясь, что творят. Для чего это было сказано вслух-то? Да чтобы мы просто поняли. Вот так вот. Мы любим. Псинодальный ужасный перевод «Будем любить Его, Бога». Все у них. Да, я люблю Бога. Вот любят эти песни. Иисус ни разу не говорил, что он любит Бога. Он один раз сказал на прощальном вечере «Потому все узнают, что я люблю Отца, потому что я люблю всех, потому что я исполнил его заповедь о любви, которую я сам вам говорю». Мы любим. Там правильно, из греческого, посмотрите. Мы любим. Подразумевается «всех опять». Я так и подписал. Братьев, друг друга, всех. Мы любим, потому что он прежде возлюбил нас. Всенодальном ужасный перевод. Будем любить его. Мы любим, потому что он прежде возлюбил нас. Кто говорит «Я люблю Бога», он как раз в противовес этому говорит «А брата своего ненавидит, тот лжец». Под братом, еще раз говорю, не зря он вспомнил об Каине с Авелем. Мы все от одной крови, от одной капли крови, от Адама с Евой. Дважды, второй раз от Ноя. Так скажем, да? Мы в каких-то коленах все туда доходим. Нелюбящий брата своего, который видит, как может любить Бога, которого не видит? Поэтому мы любим братьев друг друга, всех, потому что он прежде возлюбил нас. И мы им от него, от Христа, а то, может, кто-то не понимает, я всегда подписываю, добавляю все это в своих текстах, такую заповедь, чтобы любящий Бога любил и брата своего. Ну, вот это то, что я выбрал, конечно же, надо читать именно послание, суши тоже есть мысли и послание, но я говорю, кто достиг, уже может, конечно, и просто этим пользоваться, да? вот это очень важно. По поводу любви, да, хочется сказать тоже, как всегда, я это делаю, о том, что, знаете, за любовью, любовь очень просто. Уклоняйся от зла, сотвори благо. Не поступай никогда с другим так, как не хочешь, чтобы поступали с тобой и делай другому то, что хочешь, чтобы делали тебе. Все. Очень все просто. И это реально в делах. Иисус не зря сказал, узнавайте истину и слово человеческого, сущность по делам. Это очень важно понять. Я об этом всегда говорю в своих проповедях, что от того, что за любовь топят все, и псевдохристиане, и мусульманы, иудеи, и просто атеисты, и коммунисты, да, что потом? В делах посмотрите. У нас сейчас и Путлер, да, за любовь топит. Они все за любовь топят. Он тоже употребляет, умудряется эти фразы употреблять, что полагаем души свои за своих, да, его там Гундяев натаскает, да, и он там якобы прикидывает с христианином. На дела-то посмотрите, на дела посмотрите человека. Я решил начать военную операцию, да, полагать душу, он собрался. Дела. Вот и все, очень просто. Мусульмане тоже говорят, что, конечно же, да, все праведники в раю, вот это все формальность, Бог есть любовь, да, праведники в раю, грешники в аду, а на делах-то кто такой праведник? Убил за Бога, которого не видишь, не важно, друга, врага, молодец, да, еретика, врага народа, врага церкви, врага Христова, личного врага, твоей семьи, ну кто же на мою семью напали, что же мне, нельзя ему пулю в лоб пустить, кол в сердце воткнуть. Это же любовь, я же люблю своих близких. На более таких мелких уровнях, да, тоже меня часто обличают за то, что там за твердость, за ультиматумы, за лишение себя, общения с собой, да, это и есть любовь. В мире, лежащем во зле, любовь к грешникам, а мир лежит во зле. Основная масса всех нас окружает, это грешники. Это важно понимать, не потому что я такой один святой стал, есть свет в этом мире, да, но и тьмы полно. Тьма основная масса. Это очень важно. Мир лежит во зле. Иоанн Богослов, его фраза, из этого же послания, которое я сегодня не зачитывал, да, ну вот, своими словами вам ее напоминаю. Мир лежит во зле. Обвините его тоже тогда, что он тут один святоша, один светильничек, а все вокруг тьма. Так и есть, так и есть. И обличение, что такое любовь? Я бы хотел, чтобы со мной так поступали, да. Когда меня правильно, когда мне говорят истину, меня это, конечно, меня точно так же, я точно так же, меня Евангелие, я вам рассказывал, как я покаялся точно так же, меня все это обличало, когда меня Бог обличал вечно, через Писание все делал. Изучал я то же самое предание, несмотря на то, что там куча бредов этих, так называемых, святых, там ортодоксии, вы же видите, и там есть свет, я вам через один ролик это продемонстрирую, когда мы будем Антония Великого читать о Боге. Не важно, был он, не был, чьи это Писания, бумажки, просто возьмем их за основание и предположим, что все это правда, что был такой человек, пусть там с его слов это писали, может все-таки и своей рукой писал, был он там образованно, не был, не суть важна. В чем суть-то любви? Конечно же, говорить правду. Я когда читал, все это, меня это обличало, я принимал это и поступал так, как есть. В личном плане то же самое, кто мне реально указывал на конкретные поступки, которые причиняют зло, я всегда раскаивался. И по поводу всех этих ультиматумов, а как привести человека к истине? Ну, каким образом? Гладить грешника по головке? Держать жертву, его насилуют, любовь к нему проявляешь в том, что ты ему помогаешь. Он говорит, ты меня любишь? Ну, держи тогда. Я говорю, вы вдумайтесь, какую чепуху вы несете, во что веруете и к чему приводит это вашу жизнь. Ни к чему хорошему. Вот и все. Так что вот так вот. Поэтому любовь это поступать с другим так, как ты хочешь, чтобы поступали с тобой. Да. В совершенном мире это доставление просто бесконечного количества всяких удовольствий, наслаждений. В этом проявляется любовь. Но это там, где будет царство святых. А в этом мире любовь проявляется жертвенно. Ты из нее страдаешь, ты причиняешь так называемые страдания другим тем, что говоришь им правду, обличаешь, живешь по-другому, поступаешь по-другому. Это уже их обличает. Словами говоришь. Говоришь не косвенно, не в третьем лице, прямо говоришь грешнику. Публично вот так. В третьем лице приходится община говорить. Кто знает, я лично ко мне приходит, я говорю, ты там веган, нет, убийца, убийца. Все. Все, там бомбит сразу человек, когда ему прямо говорят, да, не вот они там убивают, мы же не должны быть таким. Нет, я говорю, ты, ты такой, и ты такой не должен быть. Да. Ты не против войны, все, ты за, значит, тут третьего не дано. Это убийца. Какая разница. Соучастник. Итак, куда ни возьмись. Ты не обличаешь эти культы. Куда ведут все эти религиозные секты? Посмотрите, сейчас эта война идет. Хоть один поп голос выпадал, все язык в задницу засунули. Абсолютно все. Это религия войны. Более того, они ее поддержали. Ни одного, один там против выступил, не буду лукавить. Просто я потом его интервью послушал. Ну, это как всегда из той же серии, как и, знаете, он за войны, он не пацифист. Нет, ну, просто тут, вот война на Украине, там, братьев убивать, все. Я не против секты, я не буду обличать руководство, там, и все прочее. Это такая позиция, знаете, поэтому я, для меня это не позиция, это ничего, ровным счетом. Ноль. К чему она приведет? А сколько выступило за, причем самых-самых, там, высоких профессоров и этих. Это религия войны. Ну, естественно, чего они хотели? Это они от Ветхого Завета, прямые наследники, иудаизма, вся эта ортодоксия с протестантизмом, по сути. Вот. А в Святцах у них 30%, так называемых, святых воинов, защищающих свою родину святых инквизиторов, всех еретиков сжигающих. Это, думают, очень часто инквизицию про католиков только вспоминают. Нет, узнаете про православие. Я одну фамилию назову, только Иосиф Володский, святой так называемый. Узнаете, чем он занимался. Это, во-первых, ужаснейший антисемит, просто ненавидящий евреев, точно так же, как и Лютер в протестантизме, да, который всех евреев считал собаками, которых надо задушить. Да, это христиане, это христиане. Ну и что они делали с еретиками, с жидами, я говорю, там, со всеми, с врагами народа. Вот с такими крестами наши все ходили, вот с такими, там, чул-чулбанами на голове, где тоже там, типа, распятие. Посмотрите, чем они занимались. Они в святых. Я говорю, ну, каково, какие святые? Вот Иоанн Богослов правильно сказал, вот у меня пример и образец святой это Иисус, который положил в свою душу. Вы почитайте, какую жизнью жили эти изверги, да, и чем занимались. Это у них святые. Ну, какие святые, такая у них и жизнь. Такое учение, такая жизнь, там все замкнутый круг. Вот так вот. Надо понять, что Бог есть свет. Это такое простое, казалось, подкровение, я вас уверяю, вы когда сами достигнете полноты, взглянете на мир. Как-то вот в матрице на его проснулся, да, посмотрите кругом на вот эти вот миллионы рабов. Нет, никто это не признает. Я говорю, максимум на словах могут произнести, на делах нет. Когда ты понимаешь, что Бог есть свет, нет ни у никакой тьмы, что Бог есть абсолютное добро, нет ни у никакого зла, что Он любовь, нет ни у никакой ненависти, что мы все от Адама и Евы, все мы друг для друга Каин с Авелем, да. У вас вообще, когда у вас раскрывается полнота истины, любви, вечной жизни и свободы, вы найдете ответы абсолютно на все вопросы. Где правда, где ложь. Если Бог есть любовь, можно убивать беззащитное живое существо, которое от начала было верено нам в заботу и попечение, то есть в любовь? Нет, конечно. Можно убивать там любого человека? Нет, конечно. Врать, обманывать, лгать, обкрадывать, все что угодно. У вас любой вопрос открывается, абсолютно любой. Если Бог есть, абсолютно любой. Ролик, вы знаете, тоже я такой серьезный записал, отдельно уже выделил, что, разделяя властво, я это назвал, что Бог никого не делит. У любви нет весов. У любви нет весов. Она ничего на эти чаши не кладет. Ни травинку, ни душу человеческую. Никаких вообще весов. Любовь есть абсолютно. Она ко всему. В разных поступках проявляется, это да. К разным сущностям природы, таким как растения, или животный мир, или человеческий мир. Просто поступки немного другие. Мы по-разному друг другу радости доставляем. Вот и все. Это важно понимать. А так-то любовь, она одна. Тогда у вас все откроется. У вас не будет никаких больше врагов. А так это люби ближнего врага и ненавидь врага своего. Все, уровень, вот ветхий завет, все, предел, уткнулись в потолок. Так что вот так вот. Ну вот такой у меня ролик, такое сегодня слово. Об этом я на самом деле говорю постоянно, как я вам уже сказал. В плейлисте Бог есть любовь, кого эти вопросы все интересуют, все, вы там найдете подобное видео. Это не просто слова, надо это понять. Не просто слова. Поступок Иисуса это не искупление никаких моих грехов. Это пример жизни. Это пример и явление, и доказательство тому, что Бог есть любовь. Что он подает дождь праведным и неправедным. Только обличает их, да? Своих врагов он обличал, конечно же. Всем говорил, что вы убийцы, что вы дети дьявола. Что вы лицемеры. Что вы развращенный и прелебодейный, да, и негодный. Иисус прямо их обличал в этом. Что вы рабы греха. Да, но при этом он не мстил, и мы не делаем зла по плоти. Обличая их, говорим правду, проявлял любовь к ним. Это очень важно понимать. Все очень просто и понятно. Поэтому вот так вот. На этом у меня все. Кому нравится, до встречи в следующем ролике. Мы с вами будем разбирать Якова. Очень хорошее. Ну, а следующее будет Антоний Великий. На сегодня я с вами прощаюсь. Всем, кому нравится мое видео, ставьте лайки. Это помогает продвижению роликов. Делитесь им у себя в соцсетях, в каких-то своих площадках. Кто впервые попал на ролик, на мой канал, подписывайтесь, жмите на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео. Пишите комментарии, я все читаю. Вопросы, которые в них есть, по возможностям, силам, я отвечаю, если считаю нужным. Все тексты доступны на моем авторском сайте христолюб.ру Ну, или по-русски просто христолюб.рф можете наводить. Спасибо.